Ишемическая болезнь, атеросклероз, сахарный диабет, онкологическая патология. Выяснилось, что они пьют природную воду, так как Атол стоит на Коралловых островах, вода с органическими минералами. Эти природные образования не только безупречно красивы, но и на редкость долговечны. К самому древнему насчитывается 600 миллионов лет. Именно от Кораллов вода узнает, что жить можно очень долго, оставаясь при этом крепким и молодым. Затем она передает эту информацию водной среде организма человека, настраивая его на долголетие. Самое общепризнанное место, это местечко высокогорья Пакистана, которое называется Хунзакут. Там люди живут, ну просто бесконечно долго. Наша средняя продолжительность жизни 57 лет приблизительно, а есть народы, у которых 100 лет продолжительной жизни, то есть практически в два раза. И когда ученые начали выяснить, за счет чего такие резервы, потому что еды нету, кислорода мало, высокогорья, то есть практически никаких условий для жизни таких серьезных, да, а люди живут себе и живут. Выяснилось, что характер воды, которую они потребляют, является совершенно другой. Речь идет о воде, стекающей при таянии ледников по крутым склонам гор. Во время этого пути хрустальные ручьи наполняются энергией солнца и камней, выбирают информацию об особенностях почвы, определенном составе минералов у горных пород. Впечатление такой воды наполнено чистым воздухом и землей нетронутой цивилизации. В Японии есть ученый по имени Эмото. Вот он показывает картинки впечатлений воды. Но мы этого наверняка еще не знаем. Мы не можем этого доказать. Все эти фотографии сделаны в лаборатории доктора Эмото. Кристаллы различной формы. Это и есть впечатление воды. Так вода отреагировала на включенный компьютер. Телевизор. А этой воде показали фотографии дельфина. С помощью теории резонанса и возникновения эха образ с квантового уровня направляется в материальный мир. Вот как это происходит. Еще Макс Планк сказал, что все есть волна. То есть, когда мы пишем, например, слово на бумаге, прикладываем к воде и видим, что кристалл воды изменяет, это означает те изменения самой воды под воздействием тех частот, которые несем мы под этим словом. На колбах с водой написали «Ты хороший». «Ты дурак». «Ты красивый». В лаборатории Леонида Извекова в воде дали прослушать лунную сонату. Музыка Вивальди. Тяжелый рок. Учитывая, что за свою жизнь человек потребляет 75 тонн воды, через наш организм проходит огромное количество разноинформационной, разнохимической, разноструктурной, ну и вообще, так сказать, разной воды. Человек на 4 пятых состоит из воды. При потере 2% жидкости у него появляется жажда, 10% галлюцинации. При утрате организмом свыше 12% воды наступает смерть. Живший тысячу лет назад восточный ученый и врач Авиценна, наблюдая несколько дней за дыней, спелой и сочной, которая со временем стала сморщенной и высохшей, сделал простой вывод. Старость — это всегда сухость. Современные ученые говорят об этом иначе. Старость — это потеря клетками организма воды. То есть мы, собственно, одушевленная вода. Причем ребенок в трубе матери состоит практически на 92-93% из воды. А когда мы умираем, мы состоим на 50% из воды. То есть вся наша жизнь — это, по сути дела, обмен воды с водой и в воде. Летом 1794 года в Ослятинской пристани на Уральской веке Чусовая тяжело заболел старший охотничий ватаги Авраами Крицын. Горлом шла кровь, сопровождавшаяся болями в животе. Казалось, смерть неминуема. Новотажники отнесли Авраамия в тайгу, на источник, который вагульские шаманы считали священным и целебным. Охотник провел у источника почти два месяца. Пил оттуда воду и купался. По окончании этого срока он почувствовал себя полностью здоровым. Одновременно с этим пересых источник. Он восстановился только весной следующего года, после таяния снегов. Врач, немец Генрих Кноп, служивший в заводах Демидова на реке Чусовой, описывая этот случай в своих дневниках, механизм исцеления объяснить так и не смог. Это похоже на ввод корректирующей информации в компьютер, если провести аналогию между пациентом и компьютером. В результате получение этой информации помогает пациенту с медицинской точки зрения. Известно, что клетки больного органа окружены неструктурированной водой. Ученые предположили, что ее можно восстановить с помощью воды, обладающей особой устойчивой структурой. Следующим шагом стало изготовление такой воды. Для этого в лабораториях искусственно создавались условия, при которых вода получала благоприятную для себя информацию. Это грозы, это разряды, это движение воды, это ее бурление, это ее кипение, это переход из одной фазы в другую. И вот, когда такие условия будут соблюдены, тогда мы получим активную воду. Ту самую воду, которую можно встретить в природных источниках вдали от цивилизации. Мы говорим, живая вода. То есть та вода, которая с радостью как бы воспринимает живая клетка. Каков механизм воздействия структурированной воды в каждой конкретной ситуации? Направлен ли он конкретно на иммунную систему, на мозг или что-либо еще? Ответ таков. Воздействие направится туда, где оно необходимо. Еще один способ программирования воды – воздействие на нее слабыми полями, сопоставимыми по силе с электромагнитным полем человеческого сердца. Такую воду предлагают пациентам вместо привычных лекарств. Я знаю, что это работает в ситуациях, когда фармацевтическая медицина не сработала. Когда вы наблюдаете такие ситуации в клинической практике, это весьма впечатляет. Я бы назвал это направление информационной медициной. Так что один из самых важных аспектов, прорыв, на который мы надеемся, это понимание наукой того, что важного в структуре. Мы тогда сможем запечатлевать в воде эту структуру и создавать милосердные лекарства, милосердные средства исцеления. Околоплодные воды беременной женщины являются кластерной водой. Под микроскопом это выглядит как плотно прилегающие друг к другу четко сформированные группы молекул. Создается впечатление, что вода как будто пытается защитить зарождающуюся жизнь, направляя на ее сохранение и развитие все силы организма будущей матери. Выяснилось также, что и клетки новорожденных содержат такую воду. Стремительно заморозив и рассмотрев ее при увеличении в 20 тысяч раз, можно увидеть снежинку невероятной красоты. С возрастом эта снежинка, как правило, меняет свою форму. Мы провели очень интересный эксперимент по воздействию фотографий одного и того же человека в различном возрасте, то есть от 7 до 44 лет. Что интересно, полученные кристаллы на всех этих водах имели как одинаковые фрагменты, так и...